Что? Тайм! Нужна подсказка! Найти следующий подарок. Николь, что ты не любишь делать больше всего? О, ну что ты? Так, что это? Ай, мама, это был мой лучший день рождения. Зайка, я очень рада, что ты получила очень позитивные и классные эмоции. А как по-другому? Аттракционная куча вкусностей и крутые места. Это же мечта каждого взрослого, не говоря уже о детях. О, привет, вы уже вернулись? Как всё прошло? Да, вовремя я кетчуп со стен вытер. Что? Кетчуп? Да, это ерунда. Вы лучше расскажите, как время провели. Это было очень круто. Мы столько фоток отсняли, а тиктока... Это был реально лучший день рождения. О, Николь, а помнишь, я говорила о влоге, что у тебя ещё остались подарки? Что? Боже, я забыла. Это ещё не всё? Советую быстро бежать в комнату и заглянуть в шкаф. Быстро, что стоите? Шкаф, Николь! Давай, смотри уже, что там. Давай, где он там? Подожди, а где он? Ну, где там? Николь, быстрее. Что, Николь? Я на что? Открывай! Да, 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 да. У тебя новый конверт там? Николь, ну что, смотри, что там в конверте. Давай. Давай, открывай. Ну что, Николь, готова искать свои подарки? Для этого нужно потрудиться и пройти квест. Одна голова хорошо, а три лучше. Николь, прикинь, как это будет круто. А мне уже третий день рождения подряд дарят лыжи. А тут даже снега нет. А при чём тут головы эти? А может, это подсказка какая-то, типа? А вы хорошо подумайте, тут же всё логично. Я походу поняла, вторьём нам будет легче пройти этот квест. Логично. Это ты нас имеешь в виду? Нет, блин, уличных бомжей Валеру и Стёпу. Конечно, вас. Обещаем, найди тебе все-все подарки. Итак, первая подсказка находится там, где Николь проводит больше всего времени. Николь, думай, где ты больше всего времени проводишь? Может быть, на кухне? Потому что мы же любим вечером иногда что-то втоптать вкусненькое. Нет, точно не кухня. Что-то вкусное мы тащим в комнату. А может, речь вообще не про комнату? А про что? Не про улицу же? Мама мне всегда говорит, ты очень много времени проводишь в телефоне. Может, в нём? Точно! Может быть, тебе на телефон пришла какая-то подсказка? Так, Николь, смотри, в телеграме вдруг пришла я снимаюсь от бота какого-то. Вдруг. Николь, фотоплёнки искать не вариант. Я не думаю, что тебе фотку отправили под руку. А ну здесь, а, показалось. Может быть, куда позвонить? Может быть, какой-то телефон это? Да, полиция. Алло, полиция, у вас есть подарки? Да, им нужна подсказка. А вы подумайте, где? Тут на любой человек проводит очень много времени. Ну, когда отдыхает. Кровать! Точно, все же любят поспать. Погнали быстро. А где искать вообще? На кровати или пот? Ну, я же не валяюсь обычно под ней. А тебя можно ждать чего угодно. Девчонок не поймёшь. Погнали подсказку, Сань. Ничего нет, это что? Что это? Нам машину подалили? Да, наверное, не может быть. Офигеть. Меня мама убьёт, если я возьму на ней покататься, а подарить? Да, это лучше, чем мы же. Значит, это мамина машина? Сто процентов подарок там. Побежали туда скорее. Машина есть, а где подарки? Открываю, давай искать. Так, вы находите, где-то я у каждого. Ха! Воду подарили. Может, подушка под голову? Я нашла. Только я не знаю, что ты мать кого. Открываю уже, наконец-то. Вау! Короче, я просто давно хотела его. У меня его украли. Я давно хотела, чтобы мне его обратно отправили. Но оказалось, что его уже нет. Чем пахнет? А, ребят, угадай от кого это. У тебя есть много вариантов. Я думаю, что от бабушки. Да, от шутки. От тебя? Нет. От два? Да! А первую часть подарков вы можете посмотреть на влоге на канале Мисс Николь. Уже она есть. Смотрите, поделочка не тут. Я посмотрела четыре видео, чтобы найти именно этот мист, потому что она не знала его ни названия, ничего такого. Она говорит, там блёсточки и пахнет хариба. Это был ад. Ну и мы нашли. Ура! Ну что, ребят, идём дальше. Мне кажется, что вам самое время перекусить. Да уж, не очень хочется. Но мы же только что ели. Но я уверена, что вы уже снова проголодались. Я слышу живот Богдана. Вообще-то нет. Ну не тупите вы, это же подсказка, чтобы мы бежали на кухню. Вообще-то я сразу так подумала. А почему вы ещё здесь? А, да. Так, ищем подсказку. Это может быть всё, что угодно. Ага, мы все ищем что-то, не знаем что. Ой, а мы чаем. Собачье лекарство. Фу. Собачий пакет. На кухне собачий пакет. Хлопья, логично, что хлопья ты любишь завтракать. На кухне хлопья, значит, может быть здесь подсказка? Не думаю. Ничего нет, абсолютно. Это печеньки из нашего путешествия. Может, типа, нам надо куда-то полететь? Я думаю, нам надо их съесть. А чтобы быстрее найти подсказку, вспомните то, что вы любите есть на ужин больше всего. Суши. Пельмени. Что ты любишь есть больше всего в ресторане около дома? Паста. Болоньезе. Николь. А я нашла подсказку, знаете? Где, где? Опа. Кто за цифры вообще? Явно не номер телефона. Скорее всего, это координаты какого-то места. Там мы должны вбить их на карту. Гугл карты. А теперь можно было сфоткать и скопировать, ладно? Это у нас в городе. Так, ну, может быть, мы пойдем туда? Это не так и далеко уж от нас. Если там сфоткать на подарок, то нужно бежать туда быстрее, пока его вообще никто не нашел. Я, конечно, не жадная, но я не хочу прощаться с вещью, которую еще даже не видела. Согласна. Николь, я думаю, ты точно не захочешь прощаться ни с одним из своих подарков. Так, мы пришли. Ну и где оно? Так, где-то здесь прятан подарок. Мы точно его найдем. А вдруг нет? Исключено. У Златы точно нюх на поиск подарков. Нужно все здесь осмотреть. Живо? Ты хорошо? Подарок не вижу. Что там? Айк-болицу. Что это? Интересно, открывай быстрее. Шесейда, это очень классный бренд. И второй этаж вроде, да? Да. Это маска, это крем. Вау. Николь, твои предположения? От кого это может быть подарок? Не смотри на меня так. Я тоже. Богдан. Да. Это наш Богдан. А что это за крема такие? Таня, расскажите. Мы же не знаем. Николь, это крем и маска для молодой кожи. Очень хорошая вакансия. Мы с Боди выбирали вместе. Класс. Готовы разгадывать следующую загадку? Мам, ты когда успела все это сделать? Я же мама, я все успеваю. Что там уже за следующая подсказка? Держите записку. Историю хранит фонтан старинный. Он тайнами протерт почти до дыр. Хотел бы рассказать историю свою. Но он просто фонтан. Бур-бур. Ага. И как нам это помогло? А этот стих так вообще на любителя. Но ведь это не просто стих, а намек на место, куда надо бежать дальше. И если тут нет скрытого смысла, то нам нужно искать фонтан. Нужно идти к самому старинному и известному. Там вечно куча народу. А значит точно кто-то захочет позариться на подарочек. Он 100% где-то здесь. Я его прям чувствую. Да и не так много у нас в городе классных центральных и старинных фонтанов. Я посмотрел, его здесь нет. Давайте обойдем. Погнали. Тань, а вы не могли идти на какую-то понормальнее немножко локацию? Потому что здесь полица, там еще что-то, кусты везде. Я в шоке. Так, погнали искать подарок. Погнали. Кусты, может? Среди зеленого, красные очень выделяются. Мам, это было слишком легко. Открывай, что там? Дизель еще один на день рождения. Но я знаю, от кого это точно, 100%. Мам? Мам? Спасибо. Ну что, готовы продолжить? Спрашиваешь еще? Во мне только озармостился, что я готова найти все подарки мира. Все подарки мира я тебе не обещаю, но тебя ждет точно очень много всего интересного. И как нам узнать, куда двигаться дальше? Думаю, вам надо выпить лимонад где-то поблизости. И, возможно, там вас посетит мысль, куда же надо идти дальше. Я, кажется, поняла, куда нам нужно бежать. Ну, тут куча разных кафешек и так далее. Вдруг мы не туда придем? По крайней мере, нужно хоть с чего-то начать. Погнали. Давайте подумаем логично. Смотрите, одно заведение работает поздно вечером, у которого у нас есть связи, где мама знает в принципе точно, что она может оставить подарок или записку, все что угодно. Но поздно вечера? Да. Но это просто поздно вечера. Но сейчас у нас работает только одно заведение около фонтана, где у нас есть... Работает Пика. И где мама точно знает, что можно оставить подарок. Работает Вика. Подарок. Фонтан. Погнали. Лимонад. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Так, это лимонад. 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 И, Николь, любимый напиток мохито. У тебя мохито любимый напиток. Ты его постоянно пьешь в этой кафешке. А лимонад хотела пить Таня, поэтому посмотрим. Еда. Гончик. Ого, нормально. Приятного аппетита. Так что, нужно допить до конца, и там будет подсказка? Таня бы не успела подложить, было не так много времени. А может, мама заранее договорилась с Викой? Ну, это же Вика, чтобы она нам что-то подложила. Странно. Для мамы ничего нет. Ребят, дело не в еде, но очень-очень горячо. Что это может быть? Николь, у тебя, по-моему, помада размазалась. Да-да, размазалась. А что это за QR-код здесь? Его здесь раньше не было. Может быть, это какая-то реклама, типа, купи таблетки и получи вентилятор в подарок и диарею. А что, если это подсказка для нас? Это место, где я постоянно беру такие вот штучки теста с нутеллой. Точно, я их пробовала, это безумно вкусно, реально оно. Тогда почему вы до сих пор здесь сидите и еще это не проверили? За блинчиками! Надеюсь, этот квест без хоррора будет. Ага, прикиньте, нас в какой-то момент вяжут и заставят съесть в холодном, мокром подвале. Ты прямо описала мне прошлые выходные. Жаня решил, что будет меня весело запереть в подвале. А потом забыл, весело не было. Я нашла подарок! Это все духи, которые я хотела. И знаете, ребят, я даже гадать не буду, у меня есть предположение. Мы же откуда бежали? Из Викиного бара. Значит, это подарок от Вики. Там еще что-то есть. Странная бумажка. Делаю все наоборот. 0, 5, 5, 2, 10. И что же это может значить? Может, мы должны делать все наоборот, и тогда найдем следующий подарок? Тогда, чтобы найти подарки, нужно их не искать. Как-то нелогично. Стоп, у меня на канале недавно вышло видео, где я протоковала маму и делала все наоборот. А при чем тут цифры? Ты что, еще не понял? Это секунды. Мы должны включить и посмотреть видео. Получается, нам нужно бежать к этим пальмам? А вы помните, где это? Когда на кону стоит мой подарок, я смогу вспомнить все правила геометрии. Падам! Тут все пальмы одинаковые. Значит, нужно смотреть каждую. О, это 100%. Я в прошлый раз об нее ударился. До сих пор шишка. Так, я еще, я еще, я еще. Ну, пара, не вижу. Тут тоже чисто. Ребята, кто-то заметил. Падам! Походу, это подарок. Пока что не знаю, что это. Блин, как оно круто выглядит. Это консилен. Вот золотистая. Радиент тач. Я его давно хотела. Поняла, он такой маркером, такой с кисточкой. Об этом подарке я давно мечтала. Я о нем говорила только одному человеку. Кому? Жене маленькому. Это единственный человек, который я про него знал. Поэтому, как бы, даже гадать не буду. А если вы скучаете по Жеке Бро, пишите комментарии. И ставь лайк. Итак, чтобы найти следующий подарок, вам нужно сделать то, чем Николь не любит заниматься больше всего. Опа, а это чем? Может, уроки? Николь не любит делать уроки. Или готовить. Ну, вот больше всего я ненавижу убираться. Да мы прямо тут должны убирать, что ли? Ну, я думаю, нужно возвращаться домой. Точно. Улицу меня мама пока что не заставляет убирать. Погнали домой. Так, и где именно мы должны убрать? Николь, что ты не любишь делать больше всего? Я одинаково все не люблю. Получается, вы должны разделить между собой обязанность, чтобы быстрее было. Окей, тогда я буду мыть посуду. Я буду разогревать вещи в своей комнате. А я тогда займусь стиркой. У меня ногти. Ничего не упустите. Я уверена, что подарок спрятан где-то среди кучи этих вещей. Никогда еще так сильно не хотела убираться. А это типа на универ, на школу, на что-то. Это вообще не мое. Ой, шорт надо в стирку. Купальник. Чего? Я мыть посуду. Я посуду всю помыла. Иди пылесось. Хм, может, в шланге запрятана подсказка. Фу, не люблю трогать руками пыль. Это мерзко. Что не сделаешь ради подарка, Николь. Да уж, в чужом белье ради подарка я, конечно, еще не лазила. Комнатушка Гарри Поттера. Окей. Не подарок. Это точно не подарок, Николь. На уши. Нашла! Наверное. Ребята! Что тут? Что случилось? Это подарок? Да, я вросла. Мусор. Ой, грязно. Я столько грязное белье распаковала. Ого! Вау! Какое оно блестящее. А кто у нас остался? Это от Жени и от Богдана? Да, это от нас. Спасибо большое. Я так хотела это украшение. Спасибо. Мам, то есть подарок все это время был здесь и не обязательно было убирать в трех других местах. Зато теперь дома стало чище. Одни плюсы. Ладно, за такие клевые подарки я даже, может быть, готова унитаз вымыть. Вау, какие жертвы. Ну, тогда вперед. Ну, я же сказала, что может готово. Ладно, туалет можете не мыть. Но вот в ванную комнату я бы вам советовала сходить. Я чувствую, что это прям намек. Тогда побежали в ванную. Ага, сердечки. А, это так мило. Но я же думаю, что это не просто проявление любви. Это какая-то подсказка. Хорошо подумайте. Например, чем именно нарисован рисунок? Это помада. Определенно помада. Или нужно прям оттенок отдать? Ну, в этом я точно не силен. А может это такой намек? Это же помада. Значит, может следующий подарок нужно искать там, где вся косметика. Банали! Косметус! Банали! Косметика! Ну, я вижу, что из этого не косметика. Туфли Джимми Чу и айфон хочу. Что там, что там, что там? Это косметичка. Ну, косметички Джимми Чу у меня еще не было. Как думаешь, от кого? Я поняла, от кого это. Спасибо за твое внимание. Мне очень приятно. Николь, где же следующий подарок? Да я откуда знаю. Надо поискать. О, мусор. Мы же только здесь убрали. Не люблю буквы. Не переживай, Бан, никто тебя не заставит делать уроки. Так, ребят, это подсказка. Значит, из этих букв нужно составить слово. Логично же. Буквы не могли так просто появиться. Логично. Так, это должно быть место. Собирай. Ну, давай, я не одна. Давай. Ну, стой. Какое слово? Сакуранет. Банкри. Скажите мне, с какой вы школы? Я напишу директору. То не убирай, я же составляю. Это точно буквы? Не убирай. Единственное, что подходит, где Г? Где Г? Где Г? Где Г? Где Г? Где Г? 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 Ох, два. Тебе два. В слове гостиная в гугле одна буква Н, так что двойка и ее одежды чью, проверяйте романтики, поздравляю. Нужно уже в гостиную. Погнали, подарок, подарок. На самом видном месте могли не искать. Что же там? Там еда. Я думаю, там кошелек. Может быть, дыхея. Блин, ну почти право. Такая бесполезная штука, ну такая крутая. Какая цена? Как она теперь идет? Я буду с ней каждый день ходить. Ну да, можно засунуть кики. Да, можно сходить. Я сейчас слева. Ребят, вы большие молодцы. И сейчас я вам дам последний подсказ. Еще один. Кто там? Что это? А зачем мне провод? Для компьютера что? Провод от компьютера. Зачем он мне? То есть, подождите, может это подсказка, что мой подарок возле ноутбука? Который ты взяла с собой в Париж и ни разу не воспользовалась, потому что мы приходили в 11 часов вечера и просыпались в 6 утра. Погнали к рюкзаку. Рюкзак, рюкзак из Парижа. Ой, я упала. Я уронила. Солнце за 4 очки Прада. Я изначально их хотела. Ребят, а я знаю уже от кого это подарок, потому что я с ними уже была в Париже. И бабуля, спасибо большое, мне очень приятно за очки. И бабуля двоюродная Таня, спасибо мне за кроссовки. Я в них хожу каждый день. А можно мне таких бабуль? Бабули, спасибо, я вас очень люблю. Ну как вы, ребят? Я надеюсь, вы получили классные эмоции сегодня. Да, мамуль, спасибо. Был очень классный класс, день рождения. Спасибо. Спасибо, Златуя. За компанию, за подарки. Спасибо, да. Ой, пожалуйста. Спасибо всем вам за мои 12 лет. И вам спасибо, мои подписчики, за поздравления. За то, что вы со мной и подписаны на этот канал. Я вас очень люблю. И это видео подходит к концу. Три, два, один, ноль. Ты на канале Мисс Николь. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Не забудь поставить лайк. И напиши в комментариях, какое видео ты еще хочешь видеть на нашем канале. А мы побежали. Пока. Продолжение следует...